На базе центра у нас создан Клуб молодых инвалидов доверия. Поддержка и забота о людях с особыми потребностями – одна из главных тем специального форума. Общественные организации округа представили проекты по повышению качества жизни людей пожилого возраста и инвалидов. Те направления, которые у нас проходят – это здоровая спина, йога, пилаты, суставная гимнастика. Это как раз помогает людям поверить в себя, где-то набраться здоровья и уже чувствовать себя уверенно. Держать прямо спину, улыбаться и, в общем, ходить с удовольствием на занятия. Спорт – это жизнь. Уверены в физкультурно-оздоровительном клубе «Одинец». Продемонстрировали игры для особенных людей. Для них нет ничего невозможного. Паралимпийский вид спорта «Голбол» рассчитан на незрячих людей. Помогает улучшить слух, координацию, способствует социализации человека с ограниченными возможностями. Нам приходило очень много спортсменов, которые, в принципе, страдали сильной гиподинамией. То есть они мало двигались, сидели дома, приходили, занимались. И буквально через год уже были такие результаты, что люди не могли, допустим, просто ходить по дому, ориентироваться. После этого они спокойно ездили на метро одни. То есть «Голбол» дает очень много для человека, который потерял зрение. Владислав Кирьянов признался – «Голбол» изменил его жизнь. Заниматься начал всего два года назад, но уже успел добиться определенных высот. Готовится поехать на чемпионат России. Помогает он для здоровья. В чем? То есть физическое развитие идет организма. Не сидеть дома в четырех стенах. Если не видишь, значит, все, уже ничего в жизни не можешь. Такое не должно быть. После форума состоялось заседание координационного совета. Обсудили проблемы людей с ограниченными возможностями. В пути их решения и оценили проведенную работу. Мы сегодня увидели все наши панельные доклады, дискуссии. Мы увидели хорошие такие интересные проекты в спортивном зале. Действительно, то, что делается у нас, и наши почетные гости иногда удивлялись, что это делается за счет бюджетных средств. Не только Одинцовского городского округа, но и Московской области. Поэтому вложения мы видим. Члены координационного совета уверены – взаимодействие общественных организаций – ключ к улучшению жизни людей с особыми потребностями. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.